всем привет сегодня слегка нестандартное видео у нас такое видео как заправка картриджа вообще картриджи я не заправляю только если не себе это как раз таки мой картридж с моего принтера с новенького маркировка картриджа у нас вот такая тк 1200 подходит на несколько моделей поэтому как бы заправка стандартная получается суть в чем этот каприш не оригинальный принтер на гарантии оригинальный картридж у меня убран в коробочке это уже второй картридж то есть первый у меня переделанный неоригинальный уже заправлен это второй картридж у меня принтер не чипованы все на гарантии тут есть нюансы по заправке данного картриджа нам его нужно разобрать и нам его нужно будет раз сверлить сейчас все покажу здесь имеется верхняя крышка шестеренками и имеются вот такие вот зажимы с двух сторон с одной стороны побольше другой поменьше я беру вставляю сюда вот нападку а сюда я беру отвертку картридж не оригинальный стоит не так дорого сломаем не страшно все и теперь вот эту часть мы можем спокойно снять крышка нам не нужна вот это вот разбираем нам нужна вот эта вот деталь только не забываем да что где стояла у нас так все это было чтобы ничего не потерять я вообще крутил вот так ну не суть короче нужна вот эта деталь теперь 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 это картридж не оригинальный можем открыть шторку можем заправить вот отсюда с крышки но лучше я открою шторку почему потому что на оригинальном картридже шторку нужно открывать поддеваем ее ну просто поддеваем и она вот так у нас вот сюда съезжает можно я полностью не снимать здесь мы видим с датчик уровня чернил тонера там внутри стоит и все суть вообще кадрже в чем картридж у нас поршневой в картридже из поршень который толкает тонер вверх сейчас у нас поршень находится вот здесь вот он вот он и когда поршень доходит до конца у нас шнек выходит из зацепления из гайка и кого тут находится внизу то есть надо эту гайку нам подтолкнуть чтобы поршень зацепился обратно для этого нужно просверлить отверстия сверлим отверстия у меня сверло тут небольшой где-то наверно 8 10 не знаю не смотрел вот окошко смотровой а вот чип и где-то вот здесь вот сверлим отверстие где-то вот такое желательно купить все-таки картридж не оригинальный чтобы оригинальный лежал в комплекте у вас где-то коробочки убранный теперь мы можем сюда что-то засунуть нащупать там гаечку так когда отверстие просверлили берем что-нибудь длинное у меня это электрод вставляем электрод вот сюда вот смотровое можем вставить как я говорил то окошко которое у нас заправочная вставляем электрод давим на поршень и крутим шнек чтобы поршень у нас опустился вниз аккуратно не сломайте датчик тонера у нас потихоньку поршень опускается камеру моего до конца опустим так вот лучше видно вот давлю вот туда окручу шнек сам он не опустится надо давить вот смотрите давлю кручу все ниже не опускается значит поршень у нас самом низу находится больше давить не надо теперь берем сюда иначе находим здесь гаечку и против часовой сделки заводим гаечку обратно и чувствую что у нас поршень значит движение все гаечка навернулась давайте давайте проверим еще раз гаечку у нас вроде как навернулась так после того гаечка навернулась у нас смотрим можем засыпать тонер сюда а можем засыпать туда но я предпочитаю засыпать все таки то отверстие которое специально для этого предназначено закрываю смотровое окошко вот это вот это отверстие можно залепить скотчем можно не залеплять туда тонер не попадает и остается у нас чип чип у меня повторяюсь кушка не чипованная что я делаю на оригинальном картриджер чип конечно прикрученный она копии у нас чип прикат заклепан все одну сторону срезаю срезаю одну сторону беру обычный двухсторонний скотч такой потолще да беру новый чип так он выглядит на него наклеиваю двухсторонний скотч снимаю защитный слой и вклеиваю его на место под засовываем запихиваем апатет вклеиваем как ну как то вот так получается одеться он никуда не денется ему деваться там некуда он то есть просто маленько большой скотч конечно взял надо поменьше кусочек отрывать такой деться он отсюда не денется там вставляете его устройство и он там зажимается не надо ничего паять этого вполне хватает вот так вот еще маленько подеться вот он сел дед салон никуда не денется смотровое закрыли открываем засыпное отверстие отверстие открываем есть отводим здесь датчик и видим до отверстия и сюда засыпаем 150 грамм тонера вот здесь у меня отсыпано отмерено но как засыпать показывать не буду сейчас засыплю и продолжим сборку уже тогда ну как обычно после заправки у нас очень чистые руки почему важно отмерять тонер чип рассчитан как раз где-то на 150 грамм если засыпать меньше тонер кончится а чип будет думать что тонер еще есть такое себе если засыпать больше тогда уже кончится чип тонер еще останется мы перерастут тонера получится то есть лучше взять весы и эти 150 грамм отвешать так отверстия закрываю что-то ничего не выпадало и собираем в обратном порядке берем штока надеваем вот эту вот штуку вставляем сюда и одеваем вот эту шестерну все одеваем это все обратно на вал особо стараться не крутить чтобы ничего не слетела и одеваем крышечку обратно все наш картридж заправлен вставляем принтер мфушку куда вам вставляете и дальше пользуемся полностью заправлен картридж лучше не расчиповывать чип стоит у нас что-то около 100 рублей проще купить конечно же чип вот так вот без особых усилий и без особых следов это все дело заправлено следующий раз отверстие у вас уже будет поршень толкнете здесь подопрете и подцепите это также переклеите и чип но вы поставите все вот такая вот заправка вроде как дорогое устройство с не очень дорогим картриджа из такой простой заправочкой вам товарищ спасибо за просмотр с вами был руслан подписывайтесь на канал ставьте лайк этом видео вот такой вот грязный пальцевый лайк и до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok